Человек-раритет, так его называют односельчане, ходит в Черкесске и абсолютно не признает современный вид мужчин. Житель Хунзахского района села Арани Абдулла Гусейнов считает главный дух горца, а внешний вид неотъемлемая его часть. Как Аксакал хранит обычаи горцев в специальном репортаже моих коллег. Я даю вам пить зам-зам, чтобы вас тоже наш Аллах вызвал на священную землю. Сделать до-а-до и после трапезы, принять гостей. Для Абдулла Гусейнова это привычные вещи, ведь каждый гость – это прежде всего кунак. А их ему приходится встречать нередко. Мужчина работает водителем такси и к вопросам приезжих уже привык. Чаще всего про одеяние. Им просто хочется видеть такого. А так сами соблюдать, одевать – это уже очень редкие люди. Горцу 68 лет. В обличие предков ходит с 8 класса. Говорит, пытался во всем соответствовать деду и прадеду. Куда бы горец ни пошел, бурка будет ему домом. В горах, на равнине, и в снег, и в дождь. Если на тебе бурка, ты можешь переночевать где угодно. Человек в бурке не замерзнет. В семье Гусейнова пятеро детей, трое дочерей, два сына. Признается, хотел бы, чтобы и сыновья последовали его примеру. От чистого сердца они это не принимают. Не хотят отличаться от основной массы людей. Они не понимают, что это уважение к традициям предков. Черкеска, папаха, сабля – все то, что на выходе всегда при Гусейнове. Всем приезжим он рассказывает о каждой детали своего костюма. Как, например, о газырях, которые крепятся в один ряд на нагрудные кармашки. Раньше здесь наши шамели, которые в Муриде воевались, у них порох не бывало. Порох ложили сюда, отсюда порох вставляли в это самое ружье и стреляли. Частью костюма горцев является гушкак. Это платье, поверх которого надевается сама Черкеска. Гушката уже сто лет, поэтому горец относится к нему бережно. Носи нахоз и работы, где можно испачкать или как-либо испортить ткань, старается надевать обычную одежду. Помимо работы и домашних дел, успевает заниматься и общественными делами. Абдулла Гусейнов является местом уедином. Не работая, а уже своим долгом Абдулла Гусейнов считает приходить в мечеть. Пять раз в день он приходит сюда и призывает людей к молитве. Совершив намаз Абдулла Гусейнов спешит на поле, но уже не для того, чтобы собрать скошенное сено, а поездить верхом на Ганнибале. Так зовут коня горца. Коня Абдулла Гусейнов купил пять лет назад. Участвует во всех скачках и уже ни разу, ни два оказывался в числе победителей. За эти пять лет Гусейнов научился понимать, чего хочет конь. Ведь Ганнибал умеет показывать хозяину свое настроение. Как этот ягненек прыгает, играется, на дыбе становится, поднимается, кувыркается на снегу, в песке. Сесть верхом на коня задача не из простых, говорит горец, но удержаться и управлять им куда сложнее. Любой всадник, прежде чем сесть на коня, должен знать два правила. В левой руке он держит уздечку, а в правой – кнут. Он позволяет управлять скоростью коня. Односельчанин Мухтар Гаджидадаев часто приходит к Абдулле Гусейнову в гости. Слушает мудрые советы горца, но и не упускает возможности сделать пару снимков. Я как фотограф, вижу его как очень колоритного человека. Для Мухтара, как и для других жителей Арании, Гусейнов – настоящий раритет. В селе горец удостоился звания Аксакал Хунзаха. Ума Ибрагимова, Атикат Магомедова, Мухтар Гаджидадаев, телеканал ННТ, Арании, Хунзахский район.